Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Шесть лет назад тысячи вы вышли замуж. Спустя месяц развились. Ну, я думаю возникает вопрос, что спровоцировало развод. Получается, что совсем недолго вы пробыли в браке. Я думаю, что здесь важно увидеть вследствие чего произошёл ваш развод. Потому что развод – это травма. Развод – это в том числе история про стресс. Вот. И, соответственно, нужно увидеть как вы это пережили. Вот. И, собственно, ну, пережили ли вообще? Потому что, ну, может быть такой момент, может быть такой момент, что до конца вы это не пережили. Смотрим, я имею ввиду. Вот. И то, что вы описываете. Вот. В том числе, что вот то, что вы описываете, что вы встречались с разными мужчинами, что со всеми дружили и так далее. Это вот. В том числе может быть следствие этого. А может быть чего-то другого. Я уже была беременна и вскоре родила дочку. Опять же, да, ситуация сложная. Вы беременна и вы разводитесь. Все здесь травма. 6 лет жили с дочерью вдвоём. Мне 33 года. Все эти 6 лет я встречалась с разными мужчинами. Почти вы. Имеет ли для вас это значение? Если да, какое? Общались, встречались, но ничего более дружбы не получалось. Здесь, совершенно очевидно, речь идёт про то, что вы испытываете некоторый страх перед сближением. Здесь вы говорите о том, что вам, ну вероятно, вероятно, достаточно сложно подпускать к себе людей. Вот в частности мыши. Вам тяжело это делать. Вам тяжело подпускать мыши к себе. Может быть и людей в том числе. Вот такой достаточно, на мой взгляд, важный момент. Потому что, если вы тяжело идёте на сближение, то, в принципе, это будет страх. Близости эмоциональной. Это про личные границы определённые. И про некоторую неуверенность в себе. Хотя, внешне может казаться, что он совершенно не провал. Это история. Дальше. У меня складывается такое чувство, что когда вы говорите, ничего более дружбы не получалось, как будто бы вы хотите, хотели, целенаправленно, ну, не дружбы, а отношения. И вы можете сказать, ну да, разве это не нормально? Нормально, но важно увидеть, чего вы хотите в отношениях. Дальше. Значит, не к душе были эти люди. Ну, что значит, не к душе были эти люди, не совсем понятно. Важный момент, но вы пишите, не к душе были эти люди. Я здесь вижу некоторое избегание своих переживаний. В этом моменте мне показалось, что акцентировать своё внимание на ваших переживаниях неудобно. Вот, просто неудобно. Может быть, может быть, слишком сложно. Может быть, неловко. Может быть, неприятно. Сложно так сказать, конечно. Сложно. Сложно. Но вот то, что вы говорите, не к душе эти люди, для меня это выглядит вот так, что какой-то части своих переживаний, какой-то части своих эмоций, вы здесь хотите избежать. Потому что вы вроде бы и сказали что-то, а в то же время не сказали ничего. Вот это то, что психотерапия называется неосознанность или несознанка. Когда человек вот описывает некоторые такие вот элементы, да, элементы своих переживаний, но при этом вместе с тем он вроде бы описывает, но в то же время не описывает ничего. Вот. Поэтому обратите внимание, не к душе эти люди, что вы имеете в виду. Они у вас вызывают какие-то чувства. Какие-то чувства. Может быть, у нас есть какие-то ожидания, которые не обрадуются, ну вот, как в контексте мужчин. Может быть, может быть вы чувствуете себя как-то вот, ну как-то не лучшим образом, вот. скажем так, ну с мужчинами опять же. Может быть, у вас появляются какие-то, ну скажем так, не очень приятные ощущения. То есть это вот, на мой взгляд, то, на что вам нужно обратить внимание, на мой взгляд. Понимается, да? Дальше. Дальше. Так. Позже встретил мужчину старше меня на 9 лет. Так. Опять же, здесь всплывает тема возраста. Ну. Я хотел бы, эм... Дальше. Я имею ввиду возраст. Да. И возраст мужчи... Мужчина. Так. Встретились с мужчиной, что между нами, вот что между нами общего было. Мы с... Мы так же, как и с другими, просто общались. Инженер-то ничего, соответственно, не могло бы быть. Мы прообщались, э... Возле месяцев, позже прекратили общение. Так как дальше, так продолжаться не могло. Как? Вы написали, что просто общались. Он не оставил семью, я не стал ее разрушать. Знаете, вот здесь очень тонкий, как мне кажется, момент. Потому что такое ощущение, да? Что, говоря о том, что вы не стали разрушать семью, вы говорите это с ощущением, что могли это сделать, если захотели, если захотели бы, но не сделали. То есть это ощущение какой-то своей силы. Это ощущение какой-то своей власти. С одной стороны. А с другой стороны. Это чувство к мужчине. И... На мой взгляд... Вот... То, как вы описываете эти моменты, вполне... Вполне... А... Вероятно. Вам нужно... В этом направлении двигаться. Ощущение своей силы и значимости. Вот. А вот... Такой момент. Плюс... Да... Чувство к... Вашему... А... Уже бывшему мужчине. Здесь играет, конечно... Существенный урок. Дальше. Значит... Ну и здесь... Противоречность. Противоречность. Небольшое имеет место. Как я уже сказал. Полгода назад снова сошлись к бывшему мужчину. Смотрите. А вы говорите сошлись. Мы. Мы. Это не совсем... Корректно. Вы выбрали. С ним сойтись. То есть... Решение это ваше. Сойтись с ним. Но... С ним продиктовано это решение. С ним сойтись. Вот вопрос, на который мне кажется вам нужно постараться и сказать ответ. Если вы выбрали. С ним сойтись. То... Что ответственно что? Что-то изменилось. Что-то поменялось. Изменилось. Что-то поменялось. Что-то... Для вас. Я предлагаю. Вот. Нужно постараться увидеть что именно изменилось. За эти 6 лет может быть вы посчитали что муж ваш изменился. Может быть что-то что-то еще. Дальше. Так. Вроде все хорошо. Живем дороги. Не ругаем. Мне интересно. Проводим время вместе. Все хорошо. Пока развелись ты из-за чего. Но все время я вспоминаю этого женатого мужчину. Не выходит он у меня с головы. Ну смотрите. Есть такое понятие психологии как инпринт. Я не буду наверное сейчас на этом заострять внимание. Кроме того что скажу что инпринт это запечатление. Запечатление образа. То есть если у вас в сознании или на более глубоком уровне существует образ который вы себе нарисовали. Как правило этот образ является проекцией. То есть это перенос на другого человека того что вам хочется например видеть в себе. Вот. Как правило. Как правило. Так происходит. И вот данный мужчина наиболее. Получается. Наиболее близко. Получается. Оказался. К этому образу. Вот. И вы прикоснулись к чему то важному. В этом образу. Как правило. Речь идет. Про определенное. Состояние. Как правило. Посредством. Состояния. 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 Рядом. С ним. Это привязывает наши люди. Соответственно. Если эти мужчины чувствовали себя как-то. С вас это состояние привлекает. Здесь нужно. Смотреть на то. Какое значение для вас этот мужчина имел и имеет. Да. Какие проблемы у вас с мужем были. Вот. Вы говорите, что с мужем вроде бы все хорошо. Есть ощущение, что вы можете ему не доверять. Есть такое чувство, что вы можете быть с ним неискренними. И так далее. Дальше. Да. Вы можете как бы это знать. Человек-то мне не 설명ает. Но. Но. И у меня из головы. Которая же меня все хорошо с сердцем чувствует. Что что-то мне он не дает. Кто он? Муж. Муж я так понимаю. Не могу понять что. Ааа. Ну. Ааа. Здесь нужно сказать. Что. Если не знаете вы откуда знаем мы. Нужно с вами пообщаться и поработать. Чтобы понять. Что. Я бы предположил. Ааа. Что. что есть несколько факторов. Первый фактор, фактор, это стресс. И обычно любой человек после развода, это не важно, мужчина или женщина, вот, просто женщина может об этом чаще говорят, но мужчинам это тоже свойственно. Человек находится в стрессе, вот, после развода, в тревоге, потому что, ну, разрушаются определенные представления о нашем мире, вот, определенные надежды, определенные ожидания, все это разрушается. Вот. И тревожное состояние может, в принципе, длиться достаточно долго. Вот, здесь могут наложиться несколько факторов. Первый фактор, это то, что вы с этим человеком, с этим мужчиной почувствовали себя в безопасности, может быть, впервые. Ну, в безопасности и расслаблены, впервые после того, как, например, развелись, а может быть, еще раньше, вот, потому что, ну, вот, вы смогли как-то так вот с собой попить. Да? Это вообще ключевой момент. Если я могу быть самим собой с человеком, то это притягивает. Вот. Момент в том, когда я могу быть собой, вот, если вы можете быть собой только когда вы чувствуете, например, полную защищенность, то это уже может быть проблемой. Это первый момент. Второй момент, это импринт, то есть это, вот, образ идеального партнера, насколько это человек, я думаю, подходил. Образ идеального партнера коррелирует с потребностями, с желанием, с тем, как мы хотим видеть себя. И третий фактор, который, может быть, это обиды на мужа, недосказанность, недовыраженная ситуация, связанная с разводом, потому что, то, что вы говорите, сошлись, ну, я могу ошибаться, но для меня это выглядит так, что в определенный момент вы просто сказали, А, ладно, ничего не было, давайте начнем это сначала, вот, просто будем жить, не будем жить местом, но ведь, эм, у вас был опыт. У вас обоих был опыт. У вас обоих был опыт, и этот опыт был, ну, мягко говоря, неприятный, понимаете? Вот. Поэтому, эм, важно, эм, как мне кажется, эм, опыт, свой опыт проживался. Вот. Вот. Если вы этого не делаете, если опыт ваш вами не проживается, да, и, например, своему мужу вы не высказываете, ну, 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 не высказываете то, что вас волнует, да, то это может быть проблема и тянуть вас назад. Кроме того, вы вроде бы с ним живете, это да, но не сложно увидеть, что вы не женились вновь. То есть, все-таки, может быть, есть здесь какой-то элемент недоверия. Элемент недоверия своему бывшему мужу, вот, потому что вы не поженились. Я не думаю, что это, вот, ну, что это случайно, честно говоря, что вот, так, ну, ну, вот, что такая ситуация у вас сейчас происходит. Так, эм, почему человек-нибудь из головы именно он, никто другой, с кем не общался, никто так вот не засел в голову, как он. Ну, вот, понимаете, вот, вот вы говорите, эм, засел в голову, вот, 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 вот это вот выражение, засел в голову, его нужно пристрел в голову, это значит, что вы о нем думаете, и вот в каком ключе вы о нем думаете. Вот это вот, эм, очень, эм, важно, потому что, такое ощущение, да, возникает, что, сами вы, что да, вот, ну, глубже, эм, не идете. И человек не просто засел у вас, как вы говорите, в эм, ну, вот, в голове, он не просто так засел в голове. И не сам человек засел в голове, а то, что вы хотите по отношению к нему, к нему, понимаете, в чем штука. Но пока что, вы на данный момент не уделяете этому внимания, вы это блокируете, как мне кажется, сейчас. Потому что, ну, в принципе, в принципе, эм, вы могли бы, эм, сами, эм, так вот, немножко, эм, глубже, эм, себя погрузиться, да, и увидеть, эм, чего, чего же вам хочется по отношению, вот, к человеку. Вот. Но, поскольку вы этого не сделали, вот, я полагаю, что вы боитесь, что полагаю, вам страшно. Вот. Потому что, вполне возможно, что вы боитесь того, что, ну, будете страдать мужчины, во-первых, во-вторых, во-вторых, с мужем, опять, вероятно, придется, придется расставаться, ну, расставаться. Все это пуга, и пуга, и пуга, и пуга. По факту, эм, к чему, к чему сводится, э, ситуация? К тому, во-первых, эм, с мужем, эм, вы, эм, не можете, судя по всему, эм, быть собой до конца. Во-вторых, эм, этот мужчина для вас что-то значит. Эм, в-четвертых, вы как-то восприняли расставание с ним. Ну, собственно, это то, о чем, эм, сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Эм, вот вы с ним расстались, это, эм, родило, вот, эм, такой, возможно, родило незавершенное переживание у вас. Вот, возможно. Соответственно, его нужно исследовать. Обратите внимание, здесь нет и не может быть никакой конкретики. Потому что, это ваш, это ваша жизнь, вам своя история, история, было бы странно интерпретировать. Эм, дальше, как только вспоминаю его, хочется улыбаться, да, но хочется чего-то еще. Вот, эм, что бы я вам, вам мог порекомендовать, да, это, э, закройте глаза, э, вспомните его, э, позвольте себе, как вы говорите, улыбаться и просто продолжите это чувство дальше. Просто продолжите это чувство дальше, просто продолжите его развивать, вот. Эм, максимально, э, подробно и в деталях, э, рассматривая, вот, э, так скажем, картинку, которая будет перед вами вырисовываться. Чем лучше это сделать, тем лучше сможете понять, э, о каких, э, переживаниях ваших идет речь, о каких желаниях ваших идет речь, о каких чувствах ваших идет речь, вот. Чем лучше и искренне вы будете, э, э, ну вот, подобный элемент, э, ну, подобный момент представлять. Вот, понимаете, да, о чем я говорю, то есть вот, э, вам хочется улыбаться, да, но обратите внимание, вы снова, как будто бы, э, э, достаточно поверхностно, поверхностно, э, рассматривайте свои чувства, э, вот, то есть вы снова, вы снова, как будто бы, достаточно поверхностно, э, рассматривайте свои чувства, э, вот. То есть, ну, просто хочется улыбаться и все, как будто, дальше, вы не идете, вот, а, вообще-то очень важно, как раз таки, э, пройти, э, дальше. Очень важно происходить, что там дальше. Но, не факт, что вам это, вот, прямо, э, понравится, знаете, вот, потому что, ну, боитесь, боитесь вы, э, не случайно, вот, не случайно, вот, не случайно вы, 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 ну, вот, вытесняете подобный момент, вот, совершенно не случайно, как мне кажется. Э, э, дальше, помогите разобраться. Э, разобраться поможем, но, это лучше делать на индивидуальном беседе, чтобы иметь возможность задать вам вопрос необходимый. А, так, в таком формате, э, помочь, столь, э, деликатном и, э, э, важном моменте для вас. Мне, мне кажется, э, невозможно. Э, то, что вы увидите, это, э, э, ну, количество мнений, количество, э, точек зрения, вот. Но все это будет, э, интерпретацией, все это будет интерпретацией, э, психологами этих ситуаций. Но не вы сами, а вы сами и ваше собственное переживание и собственная проблемашка. Рискуйте остаться, вот, э, как бы, нераскрытыми. Дальше, э, какая-то ерунда, пищевый, происходит. Вот, обратите внимание, э, э, по факту, речь идет о том, что вам хочется улыбаться. К этому вы относитесь, как к ерунде. То есть, то, что вам хочется улыбаться, для вас это ерунда. Я понимаю контекст, э, контекст, в котором вы это говорите. Я прекрасно понимаю. Вы имеете в виду, что вы имеете в виду. Но, если вы так относитесь своим чувствам, которые, э, не, ну, которые не считают, э, уместными, скажем так. Если вы так не чувством относитесь, то извините, я не удивлен, что у вас есть, э, вот, э, подобная, э, проблема. Вот. Потому что человек, который, э, игнорирует, э, свои, э, переживания, э, человек, который, э, игнорирует, э, 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 ну, или обесценивает, э, свои эмоции. А он довольно часто действительно не способен понять, что с ним произошло, к сожалению, понимает какая штука здесь. Поэтому вот в первую очередь я бы ваше внимание вот обратил бы именно на собственное отношение, на собственное отношение к своим чувствам, потому что если вы вот к ним, к своим эмоциям невнимательны, то трудности не избежать, к сожалению. Понимаете, да? Следующее. Мышь дает не все, что давал тот человек любовь, забота, внимание. Ну, может быть, но не так. Это первое. Второе. Но еще я хотел бы обратить ваше внимание. А вы нуждаетесь в заботе? Вы нуждаетесь вот в заботе и любви? Потому что если да, то это тоже очень важный момент. В чем-то вы здесь ограничиваете себя, в чем-то вы здесь подавляете себя. Любовь, забота, внимание. Да. Каждый человек хочет получить от другого любую заботу, внимание и добра. Но насколько это важно вам? Тот мужчина ничем не отличался. Так не бывает. Так не бывает. Это избегание. Не бывает такого, чтобы тот мужчина ничем не отличался. И так же, чтобы он продал заботу. Так не бывает. Даже если. Даже если. Тип. Мужчины. Мужчины один и тот же. Все равно это происходит по-разному. Если. Если вы. Чувствуете. Вот так как говорите. Вот. То я бы сказал, что. Вы достаточно не чувствительны. Вы достаточно не чувствительны. Вы достаточно не чувствительны. Вот. Именно. Именно. К себе. Вот. И я бы сказал, что. В таком случае. Работать именно над. Увеличением чувствительности ваших. Необходимо. Чтобы вы прям вот. Учились. Замечать. Вот эти вещи. Вот. И. Увидели бы. Так. Таки. Наконец. А. Ну вот. А. А. Определенную разницу. Вот. Потому что. То. Как вы говорите это сейчас. Ну. Понимаете. Вот. Свидетельствует о том, что. Не. Не совсем. Не. Не совсем. Не. Вы видите. И. Чувствуете. Как обстоят дела. Вот. Как будто. Вопрос. Где-то глубже. Не могу понять в чем. Это верно. А. Вопрос. Действительно. Глубже. Но. Чтобы его понять. Нужна. Психотерапия. Вот. И. Тогда. Все. Потихонечку. Будет. Вставать. На. Свои. Места. На этом. Все. Я надеюсь. Что. Помог. Вам. Буду. Благодарен. За. Обратную. Связь. По моему. Ответу. Это. Позволит. Всего. Самого. Доброго. Удачи. И. Надеюсь. Что. Ваши.